В минувшие выходные на базе краевого училища Олимпийского резерва состоялось первенство Алтайского края по дзюдо среди спортсменов до 18 и 21 года. Всего в Барнаул приехало порядка 170 спортсменов и каждый заряжен на победу, но фаворита выделить было крайне сложно. В каждой школе есть хорошие спортсмены и в городских школах и также на периферии. Здесь однозначно не скажешь. У нас люди с периферии очень мощные команды, и Бичане мощные, и Благовещенко мощные, поэтому никого не хочется обидеть. По итогу двух дней больше всего золотых медалей выиграли дзюдоисты из Барнаула, Бейска и Благовещенска. Совсем скоро из победителей будут формировать сборную края, которая и отправится защищать наш регион на сибирском уровне. От единоборств и татами перемещаемся на футбол и зеленый газон. Футболисты Динамо Барнаул на выезде проиграли оба матча. 1-2 уступили Челябинску, а Уралу 2 и вовсе 1-4. На послематчевой пресс-конференции главный тренер Белоголубых Александр Суровцев вновь сетует на судейство. Уже пятый матч, арбитр матча свистит в одну сторону. И пару слов о мировом футболе с Барнаульской ноткой. Сборная России продолжает свое выступление в отборочных матчах чемпионата мира. На встречу против Кипра в стартовом составе вышел воспитанник Барнаульского футбола Александр Ерохин. И уже на шестой минуте забил гол за сборную России. В любом случае, чем быстрее, тем забьешься. Наверное, чуть-чуть, может, психологически легче будет. Но, тем не менее, и киприоты моментами атаковали. Мы, наверное, где-то слабину давали в первом тайме. А тем временем хоккеисты Динамо Алтай отправились на выезд в Красноярск. Чтобы с 7 и 8 сентября сыграть два контрольных матча против местной команды. А уже через неделю для барнаульских хоккеистов стартует новый сезон. Также матчами против красноярских рысей. И мы надеемся, что серия выездных неудач наших команд больше не повторится. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком.